В мультимедийном парке об истории России в буквальном смысле говорят даже стены. Но 3 сентября своими знаниями здесь будут делиться не они и даже не сотрудники музея, а участники акции – диктант победы. Жители и гости города ответят на вопросы о Великой Отечественной войне. Нужно дать максимум правильных ответов за минимально короткое время. В этом году ожидаются и нововведения. Будет дополнительно 5 вопросов, которые касаются нашего региона. Всего вопросов будет 25. Здесь будут у нас участвовать, принимать участие волонтеры победы, которые будут оказывать конституционную помощь, регистрировать участников и отмечать время прохождения диктанта. На этот раз к привычным обязанностям добавится контроль за соблюдением масочного режима, санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции. Зал на 200 мест, но с учетом социальной дистанции мы будем рады принять участников диктанта в количестве 70 человек. Все сотрудники парка работают в масках и перчатках. В конференц-зале и при регистрации также будет доступна дезинфекция рук. Всего в Самарской области организуют 759 площадок для интеллектуальных испытаний. Это позволит принять почти 50 тысяч участников разного возраста и рода деятельности. Как показывает опыт прошлых лет, диктант победы находит отклик в сердцах тысяч граждан, поскольку Великая Отечественная война стала частью истории каждой российской семьи. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События.